Какие мои девочки красавицы? Кто будет первым? Заходите. Этим будущим молодым мамочкам повезло. УЗИ им будет делать не просто врач, а заряженная на рождении детей опытная многодетная мама с высшим медицинским образованием и самым позитивным настроением. Кто у нас тут живет? Девчонка, парень, сейчас посмотрим. Наталья Притуленко – акушер-гинеколог женской консультации Лунинецкой центральной районной больницы. Стаж работы – 14 лет. Стала врачом вопреки желанию родителей-педагогов и ни разу не пожалела о выбранной специальности. Более того, в понятие «человек, помогающий профессии» вложила максимальный смысл. Я всегда очень стараюсь настраивать пациентов на положительное, на хороший исход. Тут же приходят и не только беременные, а приходят в ранние сроки женщины, которые хотят прервать беременность. Всегда очень много разговариваю. И вот знаете, потом, когда эти женщины приходят на прием повторно уже беременные и благодарят, это настолько эмоционально заряжает. Она помогает появиться новой жизни, а он жизни спасает. Заботу о самом главном, о человеке Наталья делит вместе с мужем-коллегой – заведующим отделением реанимации Лунинецкой больницы. Совместный перерыв на работе для них – редкая удача. В период пандемии об этом можно было только мечтать. Она меня понимает, всегда поддерживает. И хоть это не ее профиль, иногда какие-то дельные советы дает, подсказывает, даже хотя бы в плане психологическом, эмоциональном, как с этим со всем справиться. Так, плечом к плечу, они работают, живут и воспитывают четверых детей. 15 лет назад супруги Притуленко не собирались оставаться в Лунинце. Молодых врачей манили столичные перспективы. Однако стабильная жизнь в райцентре и неожиданная помощь со стороны изменила планы семьи. Первый год у нас была вообще няня, которая приходила каждый день, смотрела малыша. А потом нам посчастливилось, нам дали служебное жилье. С нами жили соседи, у которых не было своих детей. Они уже были пенсионного возраста, ну, только вышли на пенсию, но они нам очень здорово помогали расти детей. Сейчас уже мама со стажем научилась справляться самостоятельно. Будучи в очередном декретном отпуске, успевает работать в больнице, содержать в порядке дом и участок, самообразовываться, отдыхать, заниматься творчеством и воспитывать четверых детей, где старшему 15, а самому младшему 2 года. Конечно, сложно. Каждому найти подход. Где-то не упустить какие-то подводные камни. Тот же Сергей, это 15 лет, это довольно такой серьезный возраст, где и погулять хочется, и плохие компании, и ребята разные. И стараешься быть… Ну, вот он говорит, что мама больше охранится семейного очага, хотя мы больше выбираем роль друга. Мы стараемся с детьми общаться. Находить подход к каждому непросто, признается мама Наташа. Но если есть желание разобраться и помочь, то и нет преград. Преимущества, достоинства и прелести, плюсы большой семьи какие вы видите? То, что тебя семья всегда любит, даже если она кричит на тебя. Не обязательно быть идеальной, но обязательно любить. А еще помочь определиться с занятием по душе. Спорт, музыка, совместные поездки, досуг и постоянное саморазвитие – то, чем живет семья Притуленко. Пример мамы-драйвера для каждого в семье определяющей. Ей, в свою очередь, приятно делиться своим теплом, любовью и зарядом активности. Татьяна Будгусаим, Людмила Салзина, Виталий Барташевич, телерадиокомпания «Брест».